Привет, друзья! Сегодня покажу партию, сыгранную на одном из турниров Аэрофлота, на одном из моих последних турниров, если не последних. В 2012 году мы с Игорем Уэйсом написали... У нас с Игорем Уэйсом вышел двухтомник по открытым дебютам, и вот в испанской партии мы рекомендовали играть берлинские НШП. Очень сложно было писать, ну, помогать писать. Конечно, основные мысли, и основные партии это работа Игоря Ильича в первую очередь. Очень сложно писать о дебюте, который никогда не играл, но после того, как мы написали книжку, я с удовольствием ждал повода применить полученные знания, и пробой пера стала вот эта партия, сыгранная в Аэрофлот Опене, по-моему, 2012 года, вроде бы, против молодой китайской шахматистки Джей Мо. Значит, вот испанская партия, ход кони в 6, это уже берлинская система. Конечно, здесь можно перейти в защиту стейнется ходом в 6, но ход конь бьет Е4 наиболее логичен. Сейчас подавляющее большинство шахматистов в верхушке играет ладья Е1, и после конь Д6 конь бьет Е5, ну, неважно, слон Е7, или конь Е5, ладья Е5, слон Е7, слон Ф1. Здесь белые, несмотря на большие ничейные тенденции, сохраняют небольшое давление, то есть черным требуется сделать несколько точных ходов. Не так давно Карлсон белыми победила Роняна, ради интереса я проверял, что у них было, и выяснил, что Леон отклонился от пути, который рекомендуем я и Игорь, то есть мы в его поражении не виноваты. Основной ход, конечно, основным ходом считается Д4, пользуясь тем, что взятие ЕД ведет к тяжелой для черных позиции. После ладья Е1 конь связан, если сыграть Д5, то после конь бьет Д4, конь С6 еще оказывается связан, на него нападает конь Д4, слон Б5, ну и конь Е4 тоже под Ф3 попадает, а если сыграть Ф5, то после конь бьет Д4 большие шансы у черных не выйти из дебюта, потому что возникают уже проблемы с королем Е8. Поэтому обязательным ответом является конь Д6. После размена на С6 белым, ну, у белых висит конь, конечно, слон вернее, конечно, можно взять ДЕ, но после конь бьет Б5 ходом А4 отыграть фигуру, но здесь у черных масса возможностей, в частности, можно коня вернуть обратно, сыграв конь Д4, и там своя теория есть, можно сыграть Д6 и попытаться остаться с лишней пешкой, везде белые на мой взгляд сохраняют достаточную для равенства игру и черным тоже надо действовать достаточно убедительно, но основным ходом конечно же основным ходом является взятие на С6 и теперь конечно же не конь бьет Е5 а ДЕ после коня Ф5 ферз бьет Д8 король бьет Д8 возник тот самый берлинский Эрншпиль о стены которого сломал свои копия в матче против Крамника сам Гарри Каспаров то есть он не смог пробить вот эту позицию ни разу хотя выглядит оно для белых очень перспективно во первых они опередили в развитии во вторых несмотря на отсутствие ферзей на доске все таки скорее Митильшпиль и то что черный король застрял в центре пока имеется очень много на доске фигур еще ну это как бы не плюс пока что для черных то что король в центре плюсом это станет только тогда когда пойдет серия разменов у черных преимущество двух слонов но пока что непонятно как их активизировать видно что белые могут ограничить пешками b3 c4 скажем слона e6 с другой стороны h3 g4 пешка e5 ограничивает слона e8 но слоны конечно активизируются если бы их нельзя было бы поставить на отличной стоянке схема была бы менее популярна как ни странно вот эти позиции очень здорово играли люди типа Адольфа Андерсона то есть шахматистов известных нам как мощные тактики вот ну и за черных тоже играют это это окончание и Магнус Карлсон и Сергей Корякин который одно время был ну очень любил вот эти позиции играть белыми основным ходом является кольца 3 самый естественный ход есть ход h2 h3 моя противница сыграла ладья d1 это небольшая неточность ход направлен на то чтобы черный король не смог эвакуироваться на ферзевый фланг остался в центре мы сыграли или еще на кольца 3 рекомендуем играть король е8 и так оставлять короля в центре но есть после основного хода конца 3 и такой интересный ход слон d7 не слон е6 чтобы не попасть под g5 а слон d7 с идеей увести короля просто на b7 где он не будет мешать черному тяжелым фигурам черных бороться за линию d ну а точнее сказать как я уже сообщал черным нужно поменять побольше фигур при этом слонов желательно оставить на руку черным размен коней потому что в этом случае слон сможет с поля f5 давить на пешку c2 а если она придет вперед на c3 то это ослабит белые поля а если белые растают структуру c4 b3 a2 то она вот как раз белопольный слон очень здорово на эти пешки будет нападать непременно прокомментирую свою партию с командного чемпионата россии против дмитрия яковенко которую я проиграл и в которой пешки a2 b3 c4 ну в общем я их растаял но на a2 потерялось и у черных прошла пешка a7 то есть партию которая вообще очень много пользы мне принесла в общем ход ладья d1 является небольшой такой малосущественной неточностью потому что при открытой линии d и почти открытой линии e хочется поставить ладьи на d1 и на e чтобы работали если бы белая пешка e5 стояла на e4 у белых действительно был бы перевес но пешка стоит на e5 в связи с чем у черных появляются отличные стоянки для фигур на f5 и d5 этим необходимо конечно им пользоваться здесь я сделал такой очень интересный ход b6 но в этой позиции очень много интересных ходов есть ход конь e7 с угрозой слон g4 конь g6 то есть конь выпускает слона на более активную позицию очень интересный ход но есть и более простые слон e6 слон e7 и так далее я решил пугнуть противницу выводом слона на b7 но здесь слон конечно расположен великолепно но только в одном случае если черным удается пойти c5 а белый конь не попадает на d5 то есть ход b6 направлен по сути против хода конь e2 на конь e2 последует c5 слон встанет на b7 и в общем-то у черных будет неплохая игра появится угроза слон бьет f3 моя противница сделала вполне логичный ход слон f4 и ход h6 этот ход делается для того чтобы слон c8 встал на e6 заблокировал пешку e5 которая мало того что продвинувшись вперед дала черным пункты d5 и f5 еще еще в определенной степени тупит своего же слона не позволяет ладье нападать на короля по линии e в общем мешает белому h3 ход естественный достаточно часто встречающийся белые пограживают ходом g2 g4 поэтому слон вышел на e7 чтобы на g4 конь мог отправиться на h4 здесь последовал странный ход a3 ну была интересная возможность a4 хотя конечно черные здесь получили прекрасную позицию если бы они еще могли рокировать или каким образом перебросить короля на c8 то у них был бы бесспорный перевес но ход a3 особенно после того как слон вышел г7 выглядит достаточно странно и уже черные были вправе начать игру связанную с ходами g5 и h угрожая g4 такая активность достаточно неприятная для белых то есть входит в игру ладья h8 а ладью a8 черные собираются менять на линии d как только будет разменена ладья a8 при пешках на g5 и h5 получится что все черные фигуры вошли в игру а это значит у них перевес белые сыграли ладья d2 и это видимо грубая ошибка снова можно было пойти g5 вот эта позиция для черных смотрится очень привлекательно потому что слон h2 не участвует в борьбе у черных есть ясный план король e7 c5 и заняться ферзевым флангом противника вместо этого я пошел пока что ладья d8 и только после размена ладей сыграл g5 итак у черных уже небольшой но очень стабильный перевес сильные слоны ясная игра на королевском фланге а при случае они могут организовать наступление на ферзевом конь e4 ход вполне естественный белые ведут коня на f6 пока что напали на g5 и здесь им предстояло выбрать точный ход то есть шансы на уравнение у них еще есть ход конь g5 точным назвать сложно но белые его и не сделали из-за тупого слона на h2 конечно же позиция однозначно в пользу черных а вот как раз кстати в этом разноцвете белопольный слон у черных это очень сильная фигура которая как я уже рассказывал либо нападением на пешку c2 вызовет ослабление белых полей по которым черный король проникнет в лагерь к пешке b2 в лагерь противника либо если удастся зафиксировать белые пешки на белых же полях с его помощью они все будут съедены мя тк противница сыграла к д4 как я уже говорил размен к ней на руку черным и Этот ход существенно увеличил мой перевес Самым точным ответом было конь e1 И хотя после c5, конь d3, да, вот король f8, конь f4, король g7 Черные стоят получше, белые могут взять на e6 в любой момент Но слон h2 от этого более сильным не станет Черный король находится, ну, явно в игре В то время как белый король в игру войдет не скоро Поэтому шансы черных представляются несколько более высокими Но это было более выгодно для белых Та позиция, которая получалась после конь e1 Чем позиция, возникшая после размена коней Если честно, я считал свою позицию стратегически выигранной И только готовясь к этой записи, обнаружил Что это не совсем так И хотя размену на g5 я совершенно правильно не боялся Угрожает король g6 Пешка e5 слаба, пешка c2 слаба На черные пешки напасть невозможно То есть король черных сейчас выскочит в центр И рано или поздно пешка e5 потеряется Конечно, до выигрыша еще очень далеко Но перевес огромный Моя противница сыграла конь c3 Угрожает конь b5 Но вот хода конь b5 можно было не бояться Мне казалось, что после размена ладей у меня совершенно выигранная позиция Но взятие на a7 допускать не хотелось А струкфиш показывает, что ничего страшного в этом нет Мы заловили коня И хотим отправить короля за пешкой Конь не теряется У белых есть возможность сыграть b4 Но пешка e5 будет потеряна Скорее всего, пешку c4 белые потеряют То есть черным не стоит меняться на b4 Проще вообще даже потерять на c5 И потом с помощью короля все-таки заняться выигрышем коня a7 В эти тонкости я не смог проникнуть И сделал более естественный ход А6 не пустил коня на b5 Сейчас, играя конь d5 Моя противница получала отличные шансы на спасение Главный недостаток позиции белых это плохой король После конь d5 и f3 они вводят короля в бой Слон d8 пока что влачит жалкую участь защитника своих слабых пешек И активной фигуры не может быть А если его активизировать То скорее всего возникнет вот такой эншпиль И хотя в этом разноцвете на доске есть еще ладьи Пешку b6 отнять нельзя То есть у черных минимальный перевес Но ничейные тенденции вот этого вот Ну разноцвета Очень велики Если бы белая пешка осталась на e5 А не переместилась на f6 Черным было бы Может быть даже проще Играть На победу Вот Тоже повезло В общем моя противница Не проникла В тайны этого эшпиля После коня e4 Король g6 Угрожает вилка Король f5 И коня f6 Конечно никто не будет брать Никакого разноцвета Сейчас уже и не получится То есть черные все поменяли Все лишние фигуры У них настолько активный король Который впереди всего Войска идет в атаку Что белым очень Очень даже дорог Хороший совет Угрожает просто слон f5 С выигрышем пешки c2 Кстати неплохой Альтернативой было Слон a2 Просто зайти Забрать пешку c2 Шансы на победу У черных здесь Очень даже неплохие Они хотят Перейти королем на b3 Сыграть a4 Запустить вперед пешку b Ну вот допустим Один из планов Ну кстати уверенности в том Что этот тэшпиль выигран У меня нет Не исключено что Король f4 все таки посильнее И сейчас ходом a4 Зафиксировали Слабую Потенциально слабую пешку a3 После чего Появляется задача Образовать проходную пешку Обычно То есть в структуре 3 на 4 Это выглядит невозможным Но здесь почему бы и нет Нам нужно либо Сыграть слон e7 b5 b4 Слон c3 Если никуда не сможет уйти Белым придется меняться Либо перекинуть слона на c1 Мне удалось последнее сделать Важный момент Сейчас черные уже не боятся Размена Белопольного слона Так как после Конь бьет d5 cd Угрожает d4 Ну и в общем то Черные получают Опаснейшие проходные По центру И легко выигрывают А после g3 Черный король угрожает Проникнуть на f3 Белые должны его придерживать И в общем то Справиться С многочисленными трудностями Не могут Грозит слон e7 Потом b4 Ну и слон e7 Последовало Перевод коня на d6 Позволил белым Откинуть активного Черного короля Назад Но Позиция осталась Проигранной Защититься От перевода слона На c1 Без потерь Белые не могут То есть Мощные слоны Вот сейчас Их мощь Проявляется В полной мере Висит на b2 Угрожает b4 И И Защиты От этого Нет То есть Все Черные фигуры Каждый из черных фигур Намного активней Своего визави Ну Белопольный слон черных Сильнее коня d6 Конечно Перевод коня на a5 Но это уже Огонь идет То есть Дальше Можно не комментировать По большому счету У белых Теперь еще Слабая пешка f2 Одна пешка Потерялась И Главное Что у коня a5 Нет никаких Хэдок Сейчас Черные просто Хотят прийти Королем на b6 И забрать его В этой позиции Моя противница Сдалась Следующая партия По берлинскому Уэншкулю Это будет партия Вечкин и Керенко Которую я проиграл Тоже она попадет В рубрике Полезная партия Ну а также Памятная На этом Наверное Я с вами попрощаюсь С вами был Международный Гроссмейстер Роман Овечкин Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Дизлайки До свидания Продолжение следует...